напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали на какую оперу шерлок холмс пригласил доктора ватсона в первой серии фильма о приключениях лондонского сыщика а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео когда ватсон спросил почему шерлок холмс не взял плату за свои услуги тот ответил я не богат но на два билета в оперу меня хватит сегодня в ковинт гардене дают волшебную флейту какую книгу забыл юрий деточкин в волге которую собирался угнать в фильме берегись автомобиля юрий деточкин играл в народном театре и готовился к постановке гамлета поэтому он всегда носил с собой томик шекспира который забыл в волге которую собирался угнать с чем в ссср была напряженка по мнению людмилы из фильма москва слезам не верит работая в химчистке людмила положила глаз на генерала который пришел за костюмом а когда его жена попросила завернуть вещи в еще один слой бумаги девушка выпалила с бумагой в стране напряженка кто сыграл королеву анну в советском фильме д'артаньян и три мушкетера бесспорно самая знаменитая актерская работа алисы фрейндлих мы мра из фильма служебный роман однако по мнению критиков алиса бруновна сыграла еще одну выдающуюся роль королевы анны в экранизации трех мушкетеров сначала актрисе было сложно вжиться в образ но после разъяснений режиссера она поняла каким характером и стилем поведения обладает героиня сколько же он было у бандита абдулы из фильма белое солнце пустыни у абдулы было девять жен зарина джамиля дюзель саида хафиза зухра лейла зульфия дюл читай интересно что из всех девяти только одна является профессиональной актрисой любимую жену абдулы зухру сыграла татьяна ткач кто из советских артистов воплотил на экране образ ивана бровкина образ ивана бровкина на экране воплотил леонид харитонов он был одним из самых популярных советских кино актеров 50-х годов герой фильмов солдат иван бровкин и иван бровкин на целине в добрый час улица полна неожиданностей персонажи леонида харитонова не только воспитывали но и веселили за что актера любили зрители всех поколений как звали девочку из фильма 1974 года странные взрослые главной героини фильма странные взрослые является девочка сирота тони который всем говорит что по настоящему ее зовут джульетта ее удочеряют ирина и петр рябиковы немолодая бездетная пара появление девочки всколыхнула монотонную жизнь рябиковых и всей коммунальной квартиры как зовут советских писателей братьев вайнеров аркадий и георгий вайнеры это знаменитые советские писатели детектив щеки по их произведениям было снято множество фильмов включая лекарство против страха визит к минотавру место встречи изменилось нельзя следователь тихонов и другие кого из руководителя ссср часто играл в кино юрий каюров широкую известность юрию каюрову принес фильм в начале века где он сыграл молодого ленина с тех пор актеру еще не раз доверяли играть вождя революции всего он исполнил эту роль в 18 картинах какая фамилия у главного героя этого мультфильма мультфильм баранкин будь человеком был снят по одноименной повести валерия медведева эта сказка о приключениях двух школьников лентяев которые чтобы не ходить на уроки превращались в воробьев бабочек и муравьев но в конечном итоге поняли что лучше всего оставаться людьми как звали советских писателей братьев стругацких братьев стругацких зовут аркадий борис это советские писатели классики научной и социальной фантастики их произведения были неоднократно экранизированы stalker чародей письма мертвого человека трудно быть богом дни затмения и другие как зовут главных героев фильма городской романс городской романс это история студентки пед училища маши и молодого врача рентгенолога евгения они полюбили друг друга с первого взгляда но совместная жизнь оказалась для парня непривычной и неудобной какой певец сыграл самого себя в фильме асса в эпилоге фильма ассенегр вити приводит в ресторанную группу нового участника это был виктор цой который сыграл самого себя на сцене ресторана он исполнил одно из самых знаменитых своих песен мы ждем перемен сколько часов подарил кеврин шамаханской в фильме чародей когда кеврин хотел подарить часы шамаханской она ему сказала ты подарил мне уже 13 давай остановимся на этом счастливом числе куда коле из фильма высота хотел пригласить катю придя в гости к катя коле сказал чтобы она поторопилась так как медведи ждать не будут но девушка обиделась на замечание по поводу ее яркого наряда поэтому поход в цирк не состоялся на какую тему должен был прочесть лекцию никодимов в фильме карнавальная ночь директор дома культуры огурцов решил что новогодний праздник дело серьезное и пригласил лектора он должен был прочесть со сцены лекцию на тему есть ли жизнь на марсе вальс какого композитора играл продавец музыкальных инструментов в кинофильме кубанские казаки при покупке пианино галина ермолаевна попросила продавца музыкальных инструментов сыграть что-нибудь спокойная продавец исполнил вальс шопена на каком бульваре встречались катя и рудольф в кинофильме москва слезам не верит в кинофильме москва слезам не верит после съемок рудольф захотел увидеться с катериной она предложила ему увидеться на гоголевском бульваре какая фамилия была у директора лагеря из фильма добро пожаловать или посторонним вход воспрещен а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео главную роль в фильме одесском пионерском лагере сыграл евгений встигнеев его персонажа директора лагеря звали товарищ дынин а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа в каком советском мультфильме были такие милые герои как в данном коротком ролике лагеря 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 и следiah а аналит снег и музык напишите в комментариях ваш вариант ответа в каком мультфильме были такие герои. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.